сейчас смотрите мой первый опыт горький да один из первых один из первых но когда он сейчас пока адепт это было весной до приезда всех вас а у нас это я так понял то что он тебе показал что там есть три варианта как ты крутишь 1 это ну как бы вот так вот 2 это вот так и 3 это ну да да три варианта на елочка кружить окружить кружить но вот предпочитал он предпочитает именно это кружочками вот такими на поле самое главное что это все должно быть середине где тут я вариться то есть любой из них эти шов должен быть середине варка происходить мы сейчас рассуждали о чем о качестве от лидера да какие качества вообще у лидера и как о чем у нас еще речь пошла что лидер он вообще господь как он сам должен выдвинуться или все-таки господь его выдвигает через кого-то то есть сам лично как согласно библию мы так видим то есть моисей как происходило то есть он даже не хотел что я вроде заика что куда я пойду кому что говорить выбери другого и господь написано разгнился на него за это вот что у тебя же есть брат и еще чем-то мы все хотят от муслим не гребли еще вы общались насчет того что ну да качество лидера а потом перешли к тому что то есть страх божий страх божий мы обсуждали строго ты сказал про страхи про любовь и любовь к богу туда это действует например потому что любит господа не хочет огорчить отца ну или просто любит к хочет его порадовать даже огорчить неправильное слово а кто-то делает потому что он боится и вот эти два полиса таких и в то же время они совмещаются потому что мы читаем начало мудрости где-то страх господь и венец тоже там при мудрости мудрости написано тоже страх господь как бы тут все в этом заключается но и в то же время мы рассуждали что там брат юрий там нам напоминал что три состояния то есть раб наемник и сын да то есть в каком состоянии это можно в начале от я групп 1 любовь когда-то у веруешь а мы еще вспомнили петра апостола петра да то есть когда иуду то есть оба было покаяние но было у них разные эти покаяния один написано горько заплакал автора по слезы не сказано сказано раскаивавшийся бросил этой серебряки пошел удавился почему такая разница большая у них вот я как раз у меня мысль пришла что петр любил господа то есть он искренне любил его то есть вот иуда он как говорится ждал в нем именно какого-то земного такого лидера куда придется освободить еврейский народ ну какие обычно все евреи да все которые там вот и кинжальщики были которые их свое время называли то есть они тоже к этому все вели вот и он даже как там один и кто-то епископов ли кто там растолковал что почему он ответил предательство ответил на предательство то есть по его то что он ожидал то 1 а потом понял что христос то не будет он сказал царство меня от мира сего и здесь он как бы вроде как христос его предал но на это предательство пошел тоже сам на предательство но так как у него любви богу не было именно ко христу он конечно уже хоть и рассказ она пошел и удавился апостол петр именно было слезное покаяние сердечное вот я тоже потом дальнейшего вспомнил про одного человека который жил на рубеже 19 20 века я уже надо в роликах упоминаю это николай николаевич не плюев свое время был известен известен тем что то например мы сравнили вот игнать тихонович наш наставник вот он тоже среди духовенства выступал там везде и у него точно тоже мне привыкла то есть он все говорил согласно слову божия то есть у него были православное братство участие зачитаю небольшой вкратце его до автобиография начало деятельности происходил из рода не плюевых родился в семье черниговского губернаторского предводителя дворянца николая ивановича не плюева и его жены александра николаевны урожденной баронессы шлипенбах отец его был внуком минского губернатора ивана не плюева который свою очередь приходился внукам сподвижнику петра первого 1875 году николай не плюев окончил юридический факультет санкт-петербургского университета служил в посольстве в мюнхене в 1877 году оставил дипломатическую службу не плюев поступил вольнослушателем в петровскую земледельскую земледель деятельскую и лесную академию я вот еще сейчас не знаю тут будет говорится нет ну ладно почитаем потом скажу в одной из своих первых работ историческое призвание русского помещика опубликованы 1880 году николай николаевич не плюев писал о тяжелом положении крестьянина который по результатам реформ 1861 года получил свободу но сам фактически никак не изменился по мнению плюева историческое призвание русского помещика заключалась в том чтобы чтобы взять на себя задачу просвещения кавычки открыты мы одни можем успешно исполнить эту задачу потому что в нас одних соединяется сила материальная с силою интеллектуальной писал не плюев он предложил начать с того чтобы взять на воспитание одного-двух детей из нуждающихся семей поместить его не в барском доме а в простой избе и воспитывать их ежедневным общением и научением дать им знания о сельском хозяйстве и приучить к труду после публикации этой работы на не плюева обрушилась многочисленной критики полемизирующие с ним авторы полагали что для состоятельного и образованного человека нет причин поступать по его примеру один из несогласных написал что не плюев боль берется не за свое дело и что единственным историческим призванием русского помещика только и может быть дрессировать собак они воспитывают людей осенью 1880 года николай николаевич не плюев переселился свое родовое имение в черниговской губернии его отец занимал должность губернского предводителя дворянства и редко бывал в имении все дела находились в ведении главного управляющего который не только не сочувствовал начатую молодым не плюем делом но и считал его проживание в имени крайне неудобным кавычки открыты всесильный управляющий на каждом шагу воздвигал новые препятствия и все кругом боялись помогать мне опасаясь навлечь на себя его неудовольствие вспоминал николай николаевич не плюев власть несмотря на все сложности он не отступился и чтобы отрезать для себя путь к отступлению принял на воспитание 10 десерт таким образом 4 августа 1881 года зародилась будущая воздвиженская школа отец не плюева выделил сыну в пользование небольшой домик местечке ян поль несколько лет спустя отношение главного управляющего стало еще более враждебным и он стал настраивать отца против сына после этого конфликту подключились мать и сестры николая которую говорили старшего не плюева выделить сыну имение воздвиженск в полную собственность это означало что не плюев получил полную материальную независимость и возможность свободно заниматься своим делом окончательно он переехал воздвиженск с воспитанниками число которых достигло уже около 30 человек осенью 1884 года надо заметить того что он был неженатый то есть он он полностью посвятил свою жизнь для бога так себе положил господь видимо у нас положено сердцем это основание воздвиженской сельскохозяйственной школы 1883 году не плюев подал прошением министерства государственных имуществ об открытии школы летом 1884 года воздвиженск приехал полномоченный от министерства д.с. москальский после своего визита он дал благоприятный отзыв в докладе министру прошение об открытии школы было поддержано министром м.н. островским в конце зимы 1885 года не плюев подписал договор с министерством государственных имуществ был утвержден устав школы 4 августа 1885 года школа была открыта на ее деятельность была выделена государственная дотация на содержание преподавателей и учебные пособия в размере 3500 рублей в год остальные расходы оплачивал не плюев обучение было бесплатным учащиеся изучали теорию сельского хозяйства приобретали практические навыки на полевых работах в братстве получали знания по новому завету изучали как к тех и хизис православное богослужение русский язык географию математику химию биологию русскую историю впоследствии в братстве неоднократно приезжали чиновники министерства проверяя деятельность школы принимали участие в приеме экзаменов проверяли как школьники выполняют полевые работы и так далее вот там это такое вкратце на самом деле биографию него более полное что он потом у него эти православные общества создались более и там уже он был он составил свой устав именно какой который там них было то есть там даже примерно это на трех столбах примерно было которая сам основные это вера в бога притом в живого богом всегда утверждал то есть в живого бога 2 я сейчас не помню а вот 3 был труд обязательно то есть должен трудиться вот это я не знаю потому что я книгу то всего одну прочитал начитал их там у меня было пять где-то примерно там они в барнауле остались нет он очень часто выступал в этих во все газетах в то время которые были то есть там публикации были критики вот это то что тут описано это все было да его критиковали очень много за это и священники были против епископ кто-то конечно его поддерживал кто-то был против он говорит что мне где-то дал господь талант талант это богатство то есть этот талант я хочу видеть умножить для более вот и для этого он отказался еще где-то еще там сейчас ту биографию полно нету он будет так он был богатым посещал всякие баллы там его приглашали и где каждый раз когда приходил после этих баллов я чувствовал душе пустоту то есть он от этого удалось не получил никакого еще если пораньше заглянуть в детстве про свое детство вспоминает я книги вычитал у него что ребенок до того как у него сосан осознание начинает осознавать что в мире происходит то есть я не знаю сколько там год или два там сколько происходит у ребенка он видит ангелов только где-то у меня было необычно где-то у меня это задержалось и этих существ видел где-то намного дольше и когда идет они со мной прощались и сказали все ты больше нас не увидишь где ягод потом всю жизнь где тосковал поэтому нет что я их это не мог увидеть больше это было избрание это сразу видно самого детства него ведь я евангелие когда читал потом когда приходил вот это вот закон божий там же все это преподавалось и он как я видел что живут то совершенно по-другому меня где-то то всегда где-то разочаровывал как-то вроде евангелие так читаешь а люди живут совершенно по-другому а в дальнейшем он сам охладел так это общество такое ну и плюс деньги он считаем немножко его как бы развратили да вот то что сейчас вот здесь мы прочитали вкратце то есть отец ему выделил видимо хорошую сумму плюс еще ищему тут помогала государство потом дальнейшее вот и он для себя решил не жениться во первых и во вторых он взял вот 10 сирот и начал заниматься ими наличными создались православные братства там есть я выписал книги там очень много фотографий сохранилась а где они сидят там то есть как они ходили в кирзачах и деревьев защиты такие по колену у них были у братьев сестры там обеда да единство чем у них отличие сестры в основном без платков только я видел на улице они в платках а в основном без платков везде на фотографиях не знаю и крест и у них вот здесь вот висят крест и потом не такие как у нас маленькие нательная а как у священника большие и у всех у сестер у братьев я сейчас найду даже может сейчас подожди футам не подвела футам ну видишь а у нас православной церкви не особо то принято чтобы мы так ходили да то есть вот вот его фотографии вот вот он вот вот его братья у него было как у нас вот в общине у них было этот совет братьев то есть и вот это с помощью этого совета они принял выносили все решения совет решил значит так все поступать и у них был такой момент так как они писали об своей общине уже там выпускали в публикации и когда у них начались всякие раздоры несогласия и они собрали православа вот это братство свое и решили в это как поступить совет вернее все ли писать или или все-таки утаивать то что ну то что происходит комиссии негативно у них тут и решили для себя что ничего не будет и будем писать обо всем да то есть у нас точно также положено именно вот и гнать в этом отношении что человек должен видеть все ну там есть конечно не все снимается ну по крайней мере что книгах много писал какие тут не устройство было тут среди своих верующих вот так снимается очень много ключевые вещи по крайней мере они снимаются вот и у него там ему еще помогали его мама помогала в дальнейшем сестры ему помогали видим потом поняли что может начали они не знаю были с ними с ним ну пока по крайней мере они помогали все время это вот именно что господь его выдвинул то есть ему положил на сердце и все его начал заниматься детям уже не думал что такие у него община будет создаваться просто видел видел я думаю что он молился переживал видят детей беспризорных как в принципе и на тихность тоже свое время советское время почему начал видеть такого спиро дети приезжали родственники свои родственники же видя что и началась так строго и это старается детей воспитывать они начали своих детей привозить вот таки а потом уже дальнейшие другие люди начали узнавать верующие в дальнейшем создался православный лагерь трудовой то есть уже там и мы с урала приезжали братья привозили своих этих дочерей вот вот она из фотографий из лена кресты усеков ну как как будто священство вот тоже вот это вот его мама вроде бы тут сестры где-то минуту на себя но был почтивой да не было сидела так что игру что почему-то у них то время как платок я слышал что именно в то время у них женщины как бы без платков так вот ходили были они платки все равно в поседине на жизни интересная очень богатая история это именно биографии и самое главное что он писал именно вот как духовно рожденный человек то есть очень много у него были разные такие чудеса у него там рассказывал потом удивлялся что никто не верят в это что он как вы не верите господь же и сделать может и другое чудо особенно сильно переживал когда у него вот это раскол произошел в общине то есть части из молодежи ушло начали восстали он где-то ягод должен был заранее где-то это все где-то пресечь но я думала думается где-то молодые еще неопытные вроде в дальнейшем по умнеют там они наоборот все больше и больше где-то селе других заквашивать своим колец и негативом вот так вот потом вылилось все это то есть там писали квяузы на него тоже всякие статьи там что он такой он там притесняет всех а он как раз о себе сказал что ягод единственно за что может быть перед богом буду одно из за что отвечать прямо за то что я был очень снисходительный вид то есть я где-то старался все того по любви так всего-то будет кое-где надо было ссылки будут быть твердым отсекать сразу да это тяжело конечно грань такой найти да то есть одно из качества лидера 5 до беспощадность то есть вот тут в этом смысле иногда приходит приходится человек должен принимать решение риски ну а ты для себя что взял одну книгу ты прочел я так понимаю ну чё взял это мне по сердцу или так сказать да да тем более в православии то есть не ладно там где это среди протестантов это очень такая практика известная потому что они согласно стараются библию читают у них у библию в руках а вот именно в православии находился из библии в руках единственно то ничего в книгах вот я правда не все прочитал книгах не упоминается занятиях то есть скорее всего занятия были вот почему не упоминается это не знаю нашим библии очень хорошо это все там источники собраны как он где публикации выпускал сам тоже статьи там вот 7 лекций он выступал среди духовенства там в москве когда-то и вот это первый у меня там 2 но он их не щадил до духовенства да он просто крошил там слова пророков гневные там это все приводил он потому что где-то у нас где-то обрядность сплошная без это без духа то есть большой буквы духа в том смысле что нет живой веры живого бога он так прямо и говорил живого бога быть надо верами вот одной из толпов вера живого бога да но это сейчас его тоже ничего не поменяется мне кажется в его речах полумёртвый какие-то ходит если ты чуть-чуть живой тебе уже начинают это ты кто такой кто тебя поставил нас учить да да я просто живой человеку среди трупов хожу и молчать что вы мёртвые вот он жил родился 1851 году 1908 году умер при нем вот это его община состоялась 20 лет вот и после его жизни она еще 20 лет прожил пока советская власть окончательно их всех не пересажала не разогнала то есть самых ревностных понятно посадили остальных просто разогнали основание креста воздвиженского православного трудового братства креста разве же почему еще близко то вот такишь почему мне это близко было на же креста воздвижения креста креста воздвиженской церкви та вот именно которую в барнаульской общины в 1889 году окончил школу первый выпуск присед когда он это создал про который мы читали вот это я под роликом опубликовал дальнейшем этом просто не входит уже трое шести выпускников остались не прием и положили начало креста воздвиженскому трудовому братству все не остались при школе и в течение года готовились под руководством не плюева поступления на должности учителей андрей иванович фурсей занял должность управляющего школы преподавателя земледелия старших классах и управляющего сдвиженским имени федор ефимович чвертка ну и фамилия чвертка тебе чвертка чвертка стал преподавать стал преподавателем скотоводства или ветеринарии илья павлович кубец и кубец был преподавателем первого подготовительного класса стал старшиной братской семьи учителей готовился к принятию священного сана но заболел чахоткой и скончался 1893 году как отмечал не плюев он служил искреннюю любовь и глубокое уважение всех его знавших с момента основания трудового братства жизнь николай николаевича не плюева и дело братства неотъемлемы друг от друга и составляет единое целое ради служения братству он избрал путь безбрачия в 1890 году после смерти отца николай николаевич не плюев стал владельцем значительного состояния то есть умножилось еще его мать александра николаевна и сестры мария и ольга тоже активно включили в братскую жизнь 1893 году работу помощника директора сахарного завода в имени николани николая не плюева получил молодой баптист выпускник технологического института санкт-петербурга иван проханов будущий вице-президент всемирного баптистской альянса как переплетение какие однако из-за разницы в религиозных взглядов с не плюем иван проханов вскоре вынуждена оставил эту работу понятно ушел из церкви потому что братские священники заголовок 1893 году воздвиженске был построен и освящен храм во имя воздвижить воздвижения креста господня за все время деятельности братства в нем сменилось 5 настоятелей именно двух из них хорошо известны по их дальнейшей церковной деятельности священник сергий четвериков и священник роман медведев в 1903 году настоятелем братского храма стал священник александр секундов он оставался братским духовником до конца деятельности братства вот как раз он был фотография вот она секундов так на клиросе пел в богослужению братстве относились как празднику живой любви на клиросе пел братский хор кроме обычных храмов богослужения в которых участвовал все братство существовало общая молитва утром и вечером в братских семьях стремление братства к осмыслению жизни по вере находила свое выражение в ежедневной молитвенной жизни общим в общебратских беседах специальных молитвенных собраниях то есть главное то вот эта беседа почему-то как раз анатолий то что вот хотелось бы побольше заголовок основные богословские идеи николая николаевича неплюева пол положенной в основу крестовоздвиженского трудового братства вот сейчас тут будет это основные столпы основная идея николай неплюева которую он посвятил всю свою жизнь заключалась необходимости покаяния и к единению между христианами которые осуществляются в христианской общине такие общины могут объединяться в трудовое братство в которых верующие могли бы устроить свою жизнь по вере жить вместе с братьями во христе и зарабатывать средства к жизни путем совместной деятельности неплюев указал три основания устроения жизни и деятельности христианского трудового братства первое вера в бога живого и в то что община жизнь есть воля божия второе любовь верность и стремление остаться вместе вопреки конфликтам и всему что разъединяет вот что второе 3 труд качественное исполнение своих обязанностей ради общей пользы и добровольная дисциплина братскую жизнь неплюев считал делом божиим по его мнению членство в братстве есть призвание от господа поэтому имеет значение не то насколько немощен тот или иной человек так как нет такой немощи перед которых господь оказался бы бессильным важно насколько каждый человек выбравший путь братского устроения христианской жизни устойчив в желании отдавать свою жизнь под водительство божие ставки слова то есть какое стремление то есть все царство небесное настроен настроение идет устроение как верить в бога верить богу и вверять себя богу вот три разные притос на и живого бога а тут же да уже с бог он где-то там где-то там как у нас обычного православа то есть они даже будет и не думал ну помолился помолился и пошел свои на свои греховные дела как обычно а то что бог ты живой а раз он живой он рядом находящийся то есть он как господь да говорится в откровении 3 20 все стою двери стучу если кто-то услышит открой до войдем с отцом и твой вечерей нет не с отцом с отцом там нету войду к нему и буду вечерясь и не он со мной это в другом месте там обитель сотворим с отцом это уже в это в евангелие тянов другая сторона любви богу братолюбие жизнь в братстве духовный труд ежеминутная проверка реальности своего братолюбия ежеминеминутная братство должно стать для человека домом семьей и делом всей жизни этим делом не может заниматься тот кто не желает отвернуться себя взять крест и последовать за христом он может жить в братстве и честно трудиться но никогда не станет твердой опорой если братство не будет составлять для человека потребности жизни она рискует потерять его в любую минуту так как он будет верен братство только до тех пор пока жизнь в нем ему удобно лишь как очень важно вот это вот как раз осознание даже вот мне отлично этого нету осознания до конца вещи хотя я уже тут нахожусь с 2007 года в нашей общине это я как и так и как и так и говорится колеблющица тоже мыслях своих находишься пока тебе удобно получается ну не то что для девушка неудобно мне я в штат не сказал бы что мне удобно летом надо вот такие шпильки стоят тут кольнет там кольнет каверит да шпильки эти некоторые одну шпильку получится уже вылетают как право ну у меня тоже конечно было но то что я потом письма вот эти покаянные приносил и вернулся обратно это дело божье уже конечно сделалось потому что первое письмо когда я пока я не потом на уровне написал вернее даже здесь я еще оставил первое письмо который когда перед своим побегом отсюда игорь дубунов иначе читал слух или дубунов такие слова сказал get это год наш типа брат наш то есть он не чужой ну вот и понятное дело что господь не обратно вернул после моего покаяния так ну вот да покаяние это конечно и главное понимаешь я вот вижу что господь меня лично он дает вот это ну то есть не то что там вот сейчас сейчас закроемся тут будет тихо тайно там что-то это не говорят вот ты безобразник здесь здесь и здесь ты хам ты тут это и господь дает мне силы сказать да признаться да я я безобразник да да не то что я там я безобразник ха 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 там и пошел идите вы там нет а действительно я признаю что да на полном серьезе я безобразник и я для этого и приехал чтобы мне показали конкретно в чем можно исправиться и помогли это сделать и господь отдает у меня раньше у меня дерзость это вообще страшное дело дело то что вот когда были у нас ролики записано приезжал виталий калиников первый год сюда ему иначе на совершил и он брал интервью по очереди у меня брал интервью у витера савченко сейчас не помню сейчас кого еще то есть именно об общине почему вы находитесь в общине казалось может был один и где-то же вот каждый свой взгляд говорил об общине то есть один из того что как раз о чем ты говоришь то есть здесь ты в тебе все высвечивается и хорошее и плохое то есть да те подсказывают как вот мы читаем 1 крифе на 14 года то есть когда вам войдет ваше собрание там неверующие там не знающий да он будет всеми обличаем и то есть со всех сторон то есть разный будет подходить говорил вот этот имитата сделал там не то сказал там и тогда то есть это уже господь дает этим людям то есть духом святым то есть видеть наперед уже даже в человеке что что в нем заложено то что отрицательно то есть показать ему в этом отношении в этот я на себе это все ощутил то есть вот как я только первый год попал один брат у нас выехал ему господь видимо не дал вот этого сказать да я ни разу не слышал что он признал да но он может признать я-то я-то тоже был уперт и все думаешь я так просто пока не приносил он может признать я не говорю об этом я говорю что я вижу например на контрасте что мне господь уже дал это сейчас раньше у меня тоже было так что я да не ну ладно там 4 но я-то не такой там у меня раньше было говорят как бы но это там про кого-то а тут я про вижу нет это про тебя же и господь дает силы именно сказать да то признаться на признаться и самому себе признаться внутри и признаться вот перед всеми сказать кто здесь на безобразие кто-то в кучу навалил а то есть не хвататься за это да что с наказанием будет я скроюсь и не хвататься чистосердечно признать признаться и понести и я вижу что это это только господь делает потому что человеку свойственно мы же от адама произошли первого дома а он что сделал спрятался да то есть я здесь отец спрятался да вот сразу оправдание до оправдание как это нам это вообще так кавычка это необходимо чтобы братолюбия была высшей потребностью которая сознательно и радостно подчинялись все остальные потребности смысл понятен еще раз почитай брата люби было высшей потребностью которые подчинялись во все остальные которые сознательно и радостно подчинялись все остальные потребности то должен это с радостью делать желанием с любовью то есть такой смысл то есть все что ты делаешь в братстве именно потребности вот этой именно кто должен быть твоей высшей потребностью быть братолюбия в братолюбии было высшей потребностью ну какие а мы же мы о чем читаем то апостол погиб возле как там 2 запад подобное еда 1 возлюбив господа бога твоего сердцем всем разумение все душой все крепость своей и 2 подобное и возлюбив ближнего как сама себя а когда апостола павла читаем то одно из послания сейчас не помню где написано у него он говорит что именно а второй заповеди он говорит что в этом когда ты любишь ближнего ты будешь любить и бога очень дело то есть в этом все заключается и вот когда как там матфея 5 глава 23 стих там говорится что прежде чем ты пришел на молиться встал то есть принес дар богу иди прежде примирить братом то есть господь даже вроде как поступает тебе чтобы ты пошел сперва примирился прежде чем к нему представить перед его лицом однако нигде вне братства обрести такое отношение невозможно поэтому достаточно лишь признать отсутствие его как собственную немощь и с доверием принять авторитет и руководство духовно старших братстве вот это сложно конечно потому что ты же видишь это же человек он где-то ошибочно сказал где-то ошибочный поступок сделал и это все у тебя накладывается ты начинаешь это по мысли не плюева священной обязанностью братолюбия является труд однако христианском трудовом братстве не сам по себе труд не экономические результаты хозяйственной деятельности не могут иметь самодавляющего значения и являться конечной целью необходимо чтобы просто было самоокупаемым а каждый человек честно трудился ну и в принципе на чем она и снова вот у нас до меня были люди которые пришлось даже одну женщину где-то и на тянуть пришлось где-то просто из общины можно сказать просто вывести почему то что она несколько лет ходила постоянно у всех просила в долг чтобы ее корме она была с грудным ребенок который был лет пять и до сих пор будет сосал то есть вот такой то запущенным вариант у меня был сына и где-то в оконцовке все-таки все начали жаловаться на нее потому что не не работает работать не хочет а у всех денег просит наша жить на жена на что-то нет это другой совершенно случай вот это было до моего прихода то есть вот одно из из этих вот то что мы сейчас прочитали то есть лица труд то есть одно из то чтоб ты не был лентяем иначе ты в общем неправильно просто не сможешь жить так кроме трудовой профессиональной деятельности не плюев говорил о необходимости и важности труда духовного добровольной дисциплины любви которая заключалась в признании общей для всех братчиков братчиков иерархии ценностей в кавычки открытой войне кавычки от двоеточие служение богу воплощается в устроении трудового братства служение богу воплощается в устроении трудового братства которому необходимо починить свои личные и семейные интересы глубоко он за шагнул не то что ты там я там моя семья все и не лезьте ко мне отстаньте от меня все это мой дом и все лица вот тут как раз на многом этом вот в общине чем отличается община о чем вот он говорит что вот это есть и на самом деле устроение общины не просто как ты там приход даст то есть все собрались и помолились и обсудили кое-какими разбежались и каждый живет самих своим хозяин да да то есть никто ничего не знает по кого там чука может какой-то горе там кто-то живет потребности кто-то стесняется сказать об этом что у нее есть нужда в чем-то здесь именно то что должны все это то есть знать свои личные семейные интересы священник роман медведь фамилия медведь служивший 1901 году в храме этого братства священником в обстоятельном докладе и по архиальным архиерею обличает нехристианские установления братства кавычка открыты отсутствие усвоения православного научения в начальной и низших сельскохозяйственных школах кавычки закрыты экономическую организацию братства он характеризует как жесткую форму капиталического строя без всякого прирожения не только христианский но и просто человеческих чувств показав что в основу его деятельности были положены скорее духовный деспотизм коммунистические идеалы нежели христианские то есть вот этот священник ну да но коммунизм уже без бога пытались построить дело в том что в этом входит еще дисциплина самовольная дисциплина в чем община заключается то есть люди вот о чем вот сейчас он говорит что необходимо подчинить свои личные семейные интересы люди вот как вот священник я почему я знаю понимаю почему он о чем говорит то есть он не вот он против вот этого то есть личного семейный что ты в этом подключал не подчинить свои личные семейные интересы как бы сам по себе и да я в общем но живу я сам по себе как бы такой смысл ему это видимо не понравилось что вот в этом чтобы должен быть все все вместе все известно там мероприятие общины и куда-то пойдет и ваш другой конфликт начинает возникать так это и было все это же понятно дело я так как не семейный я конечно только предполагаю думаю что это все было потому что есть побеседовать те которые семейные они об этом лучше рассказать ну конечно понятно потому что мы еще о чем с тобой еще беседовать что человеческая душа она меняется то есть состояние духа и и именно в каком она на отношении вот например как вот одно из толкований говорится когда говорится послание 7 церквям господь дает там лица такая-то церковь такая то есть где-то единственный церковь он там похвалил все остальные нарекания получают от господа однако ты все ревностно служишь я сейчас не помню какое название в нее но гид что оставил первую любовь то есть опять говорится о покаянии покаясь и и вернись и тоже человек вот ты сам себя то есть никто такие должны исследовать и показывать ты сам себя должен определять с помощью молитвы чтение слова божья в каком ты состоянии сейчас находишь вот это вот конечно вот это называется исследуйте себя верили вы то есть испытывайте себя верили вы поступали должны сами следовать будут дальше там в лекции голос верующими по поводу предстоящего собора собор когда хотел вот он там тоже выступал очень много говорил но он их игру там очень много это по слову божия обличал просто сам мужик не сами эти речи надо читать это я википедии просто прочитал уже продолжить завтра потому что нам еще там силу установить на сон грядущий трудовой лагерь станут деревне потеряем когда трудовая вот смотри 1906 году не плюев переехал в киев приехал в киев я попытался образовать общество по созданию все российского братства не плюс сам написал проект устала но осуществить свой замысел уже не успел с проектом стал в декабре 1907 года не плюев отправился в петербург но там тяжело заболел гриппом несмотря на болезнь он продолжал работать и даже читал публичные лекции по приглашению петербургской духовной академии 21 декабря он вернулся в воздвиженск в течение болезни не плюев часто причащался а в день смерти его соборовали 21 января и под по старым стилю новости 3 февраля 1908 года николай николай скончался то есть вот первый вариант ну все слава богу за все слава христа я спаси христос за беседу хорошую